здравствуйте уважаемые слушатели кружка сегодня вашему вниманию мы хотим предложить работу владимир ильича ленина который он назвал так проект или тезисы ответа от ркп на письмо независимой социал-демократической германской партии вот такое довольно длинное название написано эта работа владимир ильич он была написана в марте 1920 года примерно в то же время что мы изучали с вами на прошлом занятии ответ этим лангетистом так и тема получается тоже вас то есть в основе темы этой работы также как и в предыдущем занятии лежит борьба с оппортунизмом вот и за чистоту марксизма вот такая значит но прежде чем приступить непосредственно к работе немножко историческая справка что же этот за социал-демократическая независимый социал-демократическая германская партия вот и почему необходим возникла возникла необходимость ответа этой партии но независимая социал-демократическая германская партия возникла кажется в апреле но весной 1917 года как отколовшаяся левая часть от социал-демократической партии германии которая существовала длительное время еще во времена августа бебели и так далее вот дело в том что то социал-демократическая партия она окончательно ударилась в оппортунизм то есть поддерживала правительство войне и так далее поэтому они оказали вот была создана как более левая организация до конца 18 года в эту партию независимую входила и группа спартака помните такую группу спартака в истории немецкого рабочего движения это значит группа спартака 1 января вышла из этой независимой партии 1 января 19 года и создала германскую коммунистическую партию руководителями инициаторами создания германской коммунистической партии руководителями были коллектив роза люксембург ян дышко и вильгель пик вот они возглавили эту организацию и получилось так что когда стала создаваться третий коммунистический стал создаваться третий коммунистический интернационал девятнадцатом году помните на первом конгрессе он был создан в двадцатом году это независимая партия подала заявление в коминтерн в 3 коминтерн о приеме ее это как раз случилось в марте как раз случилось марте и тут же владимиром ильичом был написан ответ на это заявление о приеме независимой партии это независимых социал-демократов третий коминтерн и так сразу и теперь вот после такой краткой исторической справки перехожу к работе значит начинает так владимир ильич дождавшись официального предложения независимцев о переговорах мы теперь как партия должны ответить им вполне откровенно и ответить надо так чтобы разъяснить дело массам рабочих сочувствующих диктатуре пролетариата и советской системе рабочих кое коих не только в германии но и во франции и в англии еще в ряде стран обманывают сознательно и бессознательно то есть в силу самообмана вожди на словах лишь подписывающиеся под этими популярными среди рабочих лозунгами то есть диктатура пролетариата и советская власть на деле же ведущая работу пропаганду агитации по старому не в духе этих лозунгов а в духе противоречащим этим лозунгам и вот после такого объяснения почему пишет эту работу он говорит ниже следующее черновой набросок тезисов такого ответа от ркп и эти тезисы он пронумеровал и я также их в порядке в том порядке как он их пронумерал я хочу до вас довести итак первый тезис владимир ильич его сформулировал так диктатура пролетариата означает умение готовность решимость привлечь на свою сторону на сторону революционного авангарда пролетариата всю массу трудящихся и эксплуатируемых мерами революционными ценой экспроприации эксплуататоров этого повседневной агитации у немецких независимцев нет нет этого и у лангетистов вот такой первый тезис ответа на предложение независимцев второй тезис в частности особенно необходимо такая агитация для деревенских пролетариев и полупролетариев а равно мелких крестьян крестьян мало продающих хлеба или не продающих его этим слоям населения надо ежедневно архипросто популярно объяснять конкретнейшим образом что пролетариат овладев государственной властью даст им насчет экспроприированных помещиков немедленное улучшение их положения даст им избавление от от гнета крупных землевладельцев тоже и городской полупролетарской или не вполне пролетарской трудящейся массы такой агитации немецкие независимцы как и лангетисты не ведут то есть второй тезис о том что нужно работать только с пролетарской массой но и с другими трудящимися прежде всего с полупролетарской крестьянской массы это второй тезис чему не отвечает независимо не отвечал на тот момент независимая немецкая социал демократическая партия третий тезис сформулированным владимиром причем советская система есть разрушение той буржуазной лжи которая называет свободой печати свободу подкупа печати свободу покупки газет богачами капиталистами свободу для капиталистов скупать сотни газет и тем подделывать так называемое общественное мнение этой истины немецкие независимцы не осознают не проводят ее четвертый тезис тоже относится к свободе собраний это ложь пока богачи владеют лучшими зданиями или покупают общественное здание к свободе совести то есть свободе для капитала покупать и подкупать целые церковные организации для одурманивания масс религиозным опиумом и ко всем прочим буржуазно-демократическим свободам это четвертый тезис то есть что никакой свободы собраний пока существует буржуазное государство невозможно пятый тезис диктатура пролетариата означает свержение буржуазии одним классом пролетариатом и при том именно его революционным авангардом требует чтобы предварительно этот авангард приобрел себе большинство народа путем голосования в буржуазные парламенты буржуазные учредилки и прочее то есть путем голосования при существовании наемного рабства при существовании эксплуататоров под их гнетом при существовании частной собственности на средства производства требовать этого или предполагать это значит на деле совершенно покидать точку зрения диктатуры пролетариата и переходить фактически значит на точку зрения буржуазной демократии то есть пока не свергнута диктатура буржуазии ни о каком завоевании большинства не может быть и речи так говорит владимир и в этом же тезисе он еще добавляет именно так поступают немецкие независимцы и французские лонгетисты повторяя фразы мелкобуржуазных демократов о большинстве народа обманутого буржуазией и придавленного капиталом эти партии объективно стоят еще на стороне буржуазии против пролетариата вот так жестко сформулировал этот тезис владимир и дичь шестой тезис диктатура пролетариата предполагает и означает ясное сознание той истины что пролетариат в силу своего объективного экономического положения во всяком капиталистическом обществе правильно выражает интересы всей массы трудящихся и эксплуатируемых всех полупролетариев всех мелких христиан и тому подобное эти слои населения идут за буржуазными и мелкобуржуазными в том числе социалистическими партиями второго интернационала не в силу свободного волеизъявления как думает мелкобуржуазная демократия а в силу прямого обмана их буржуазии силу гнета над ними капитала силу самообмана мелкобуржуазных вождей эти слои населения полупролетариев и мелких христиан пролетариат сможет привлечь на свою сторону лишь после своей победы из после завоевания государственной власти то есть после того как он свергнет буржуазию освободит этим всех трудящихся от гнета капитала и покажет им на практике какие блага дает пролетарская государственная власть в основном это благо свободы от эксплуатации конечно говорит владимир ильич этой мысли составляющей основу и суть идеи диктатуры пролетариата немецкие независимцы и французские лангетисты не понимают не внедряют ее в массы не пропагандируют ежедневно то есть без установления диктатуры пролетариата основную массу трудящихся пролетариат не сможет завоевать потому что он обманут и под находится под гнетом буржуазного буржуазии буржуазного мышления это вот основная суть этого шестого тезиса изложена владимиром ильичом далее седьмой тезис опять же касается диктатуры пролетариата диктатура пролетариата означает сознание необходимости подавить насилием сопротивление эксплуататоров готовность умения и решимость сделать это а так как буржуазия даже самая республиканская и демократическая например говорит владимир ильич как германия швейцария и в америке систематически прибегает к погромам к линчеванию к убийству к военному насилию к террору против коммунистов а на деле против всяких революционных шагов пролетариата то при этих условиях отрекаться от насилия от террора от террора значит превращаться в плаксивого мелкого буржуа значит сеять реакционные мещанские иллюзии о социальном мире и добавляет к этому в этом же седьмом тезисе поэтому то отношение к террору которые проявляют на деле в парламентских речах в газетных статьях во всей агитации пропаганде немецкие независимцы и французские лангетисты есть фактическое полное отречение от сущности диктатуры пролетариата есть фактический переход на позицию мелко буржуазной демократии есть развращение революционного сознания рабочих вот так характеризует сущность диктатуры пролетариата в этом тезисе владимирович ленин далее восьмой тезис тоже относится гражданской войне после империалистической войны как раз два года назад она закончилась к тому моменту когда была написана работа то есть после войны перед лицом реакционных генералов и офицеров применяющих террор против пролетариата перед лицом того факта что новые империалистические войны уже готовятся теперешней политикой всех буржуазных государств и не только готовятся сознательно но и вытекают с объективной неизбежностью из-за всей их политики при таких условиях в такой обстановке оплакивать гражданскую войну против эксплуататоров осуждать ее бояться ее это значит становиться на деле реакционером это значит бояться победы рабочих которые может стоить десятков тысяч жертв и наверняка допускать новую бойню империалистов которая стоила вчера и будет стоить завтра миллионы жертв ну вот это этот тезис это предсказание владимир вича что если бояться значит ну гражданской войны в том случае если буржуазе будет способно конечно сопротивляться установление диктатуры пролетариата вот то это значит что пойти на поводу опять же у буржуазного сознания поскольку буржуазия будет готовить новую войну мировую и вы помните это так и случилось в истории спустя 20 лет что новая более жестокая вторая мировая война была произведена буржуазией а это уже миллионы жертв только в одной нашей стране 27 миллионов погибло всего это было за 50 миллионов во второй мировой войне было потеряно жизни а гражданская война конечно хоть и дело конечно кровавое нехорошее но это более ну менее жестокое имение меньше жертв может принести чем войны которые развязывают империализм вот такова суть восьмого тезиса владимировича девятый диктатура пролетариата и советская власть означают ясное сознание необходимости разбить сломать в дребезги буржуазный хотя бы республиканский демократический государственный аппарат суды бюрократию как гражданскую так и военную не сознание этой истины не повседневной агитации в ее пользу немецкие независимцы и французские лангетисты не обнаруживают хуже того они ведут всю агитацию в противоположном духе то есть без разбития того аппарата который есть в буржуазии диктатура пролетариата существовать не может вот суть этого тезиса 10 тезис всякая революция в отличие от реформы означает кризис и весьма глубокий кризис как политический так и экономический это независимо от кризиса созданного войной задача революционной партии пролетариата разъяснять рабочим и крестьянам что надо иметь мужество смело встретить этот кризис и найти в революционных мерах источник силы для преодоления этого кризиса только преодолевая величайшие кризисы с революционным энтузиазмом с революционной энергией с революционной готовностью на самые тяжелые жертвы пролетариат может победить эксплуататоров и окончательно избавить человечество от войн от гнета капитала от наемного рабства и но выхода нет ибо реформаторское отношение к капитализму породило вчера и неизбежно породит завтра империалистическую бойню миллионов людей и всякие кризисы без конца кризисы сейчас продолжаются как вы видите в мире этот этой основной мысли без которой диктатура пролетариата есть пустая фраза независимцы и лангетисты не понимают своей пропаганде и агитации ее не обнаруживают и не разъясняют массам вот такой десятый тезис одиннадцатый независимцы и лангетисты не углубляют не развивают в массах сознание гнилости и гибельности того реформизма который фактически преобладал во втором интернационале и погубил его а затемняют это сознание задушевывают болезнь не вскрывают не разоблачают ее двенадцатом тезисе он говорит независимцы терпят в своей среде литераторов сплошь отрицающих все основные понятия диктатуры пролетариата понятия на которых он выше останавливался естественно тринадцатый тезис независимцы и лангетисты не понимают и не разъясняют массам что империалистические сверхприбыли передовых стран позволили им и позволяют теперь теперь и в наше время не только в двадцатые годы когда ленин писал подкупать верхушки пролетариата бросать ему крохи сверхприбыли получаемой от колоний и от финансовой эксплуатации слабых стран создавать привилегированный слой обученных рабочих без разоблачения этого зла без борьбы не только с трен юниистской бюрократии но и со всеми проявлениями цехового мещанства рабочая аристократии привилегий верхнего слоя рабочих без без пощадного изгнания представителей этого духа из революционной партии без апелляции к низам более и более широким массам к настоящему большинству эксплуатируемых не может быть и речи о диктатуре пролетариата то есть капитализм особенно в стадии империализма способен подкупать верхушку за счет подачи верхушку рабочего класса и владимир говорит что надо от таких избавляться 14 тезис нежелание или неумение порвать с верхушечками рабочих зараженными империализмом обнаруживается у независимцев и лангетистов также тем что они не ведут агитации за прямую и безусловную поддержку всех восстаний и революционных движений колониальных народов и таких условиях осуждение колониальной политики и империализма становится лицемерием или пустым воздыханием тупого мещанина 15 тезис независимцы и лангетисты не ведут агитации войске за вступление войска в целях подготовки его перехода на сторону рабочих против буржуазии они не создают организации для этого ну и 16 тезис сформулированным владимиром лечом если заключается следующим в общем и целом вся пропаганда вся агитация вся организация независимцев и лангетистов более мещанский демократическая чем революционно-пролетарская пацифистская они социально революционная в силу этого признания диктатуры пролетариата и советской власти остается у них словесным вот на этом он как бы свои тезисы завершает и подводит итог а итог он так сформулировал при таком положении дела ркп находит единственно правильным не соединяться с независимцами и лангетистами в один интернационал а выждать пока революционные массы французских и немецких рабочих исправят слабость ошибки предрассудки непоследовательность таких партий как независимцы и лангетисты коммунистическом интернационале таким партиям по мнению ркп не место ркп не отказывается однако от совещаний со всеми партиями желающими совещаться с нею и знать ее мнение вот на этом работа владимир ленина завершена я только хочу еще вот что добавить к работе что в дальнейшем судьба этой независимой социал-демократической партии сложилось так что вот это был март он ответ давал значит декабре это декабре это уже года двадцатого это независимая партия прекратила свое существование большинство ушло в коммунистическую партию германии вот ну а некоторая часть там каутский там вот такие вот эти ребята оппортунисты махровые они ушли назад в социал-демократическую партию вот такая судьба так сложилась судьба этой независимой социал-демократической партии вот на этом я хочу завершить то что хотел вам сообщить спасибо вам пожалуйста какие вопросы возникли конечно мы наблюдаем что нет одну и ту же прямую линию во всех вопросах просто она каждый раз относится к новой организации к новому интернационалу к новым партиям ну да это вот как раз период когда создавался интернационал у нас так получилось что целые три или четыре работы мы как раз вот период создания создания интернационалов захватили ну может быть не надо он не только повторяет он разъясняет в чем суть диктатуры пролетариата и что без нее ну невозможно никак и никакого построения социализма и невозможно этого говорить об этом говорить то есть пока пролетариат не организован пока не стоит его авангард который поведет за собой не только сознательную часть или большинство пролетариата но и большинство трудящихся об этом не может быть и речи а всякие заседания там в парламентах и попытки там чего-то реформировать какие-то там законы в буржуазном правительство вносить это все бесполезно пока не организован рабочий класс никак не в ком социализме нельзя говорить никакой диктатуре пролетариата то есть без организованного рабочего класса диктатуру буржуазии свергнуть невозможно вот почему так настойчиво владимир ильич об этом говорит в эти вот в целом ряде работ которые мы с вами рассмотрели я правильно ответил то ответил что хотели услышать просто в этой работе есть еще кое-что такое более новое что до этого не часто попадалось благо это уже двадцатый год это уже двадцатый год и как речь о том что если мы не будем продвигать жизнь диктатуру пролетариата будем там гражданской войны революции разрухи в экономике еще что-то там такого нас ждут более страшные вещи такие гражданская мировая война и она случилась и она случилась через 20 лет после написания я же говорил и сейчас мы в таком положении находимся что не исключено что вот это то что сейчас происходит на между на границе между украиной россии что это не приведет к новой мировой войне такая опасность вполне существует и тут тогда интересен третий момент чем заканчивает что вообще-то ну члены партии пусть разных партий должны давить члены добиваться от своих партий да да чтобы они становились на позиции коренных интересов рабочего класса на позиции научного марксизма правда он настойчиво этого требует да это как бы послание к тем товарищам которые считают себя коммунистами да да но фактически занимаются оппортунизмом они боятся диктатуры пролетариата они боятся революции да это оппортунизм не только лидера ждать а ждать когда в этих буржуазных парламентах наконец-то вдруг депутаты от рабочих завоюют завоюют большинство это это невозможно буржуазия при своей диктатуре никогда не позволит это сделать пролетариат надо понимать что литератива это у нас не сильно большая или третья мировая ну тут мы сейчас не можем ничего сказать история покажет история покажет естественно остановить движение к мировой войне может только организованный пролетариат буржуазии выгодна война они нажил она наживается на войнах ей выгодны войны и чем крупнее война тем больше нажива поэтому однозначно